Данный видеоурок предназначен для самостоятельного ознакомления с темой «Среды жизни. Экологические факторы и адаптации к ним». В ходе видеоурока вы углубите свои знания о средах жизни, узнаете, что такое экологический фактор, как они классифицируются и познакомитесь с закономерностью адаптации организмов к экологическим факторам. По плану урока у нас с вами 4 вопроса. Первый вопрос – среды жизни и их особенности, экологические факторы среды. Третий вопрос – экологические группы растений и животных по отношению к биотическим факторам. И четвертое – мы с вами узнаем о взаимном влиянии факторов среды и их интенсивность. Любой живой организм приспособлен к существованию в определенных условиях природной среды. Между окружающей средой и организмом постоянно существует прямая или косвенная связь. Основную роль в обмене веществ и энергии между организмом и средой играют живые организмы. Совокупность различных природных условий на Земле называется средой обитания или окружающей средой. Иногда называют внешней средой. Организмы получают из окружающей их среды необходимые для жизни вещества и выделяют продукты распада. Таким образом, можно сделать вывод, что среда обитания – это часть природы, в которой обитают живые организмы и взаимодействуют с ней. А сейчас внимательно посмотрите на данные картинки. Вопрос. Могут ли эти организмы встретиться вместе в природе и почему? Подумайте. Я уверена, что сегодня к концу видео урока вы с уверенностью правильно сможете ответить на данный вопрос. А сейчас давайте с вами более подробно познакомимся со средами жизни. На Земле выделяют четыре основные среды обитания – водная среда, наземная, воздушная, почвенная и организменная – для паразитов и симбиотических организмов. Организмы могут существовать в одной или нескольких природных средах. Например, рыбы обитают только в водной среде. У некоторых насекомых, таких как комары, стрихозы и земноводных, стадия личинки проходит в воде, а взрослый период жизни – на суше и в воздухе. Состав и свойства среды могут быть также различны. Например, вода бывает соленой или пресной, стоячей или проточной. А сейчас можете нажать на паузу и попытайтесь самостоятельно привести по пять примеров организмов для каждой среды. Я уверена, что вы справились с этим заданием. Теперь давайте более подробно будем рассматривать каждую из сред жизни. Водная среда считают, что впервые жизнь появилась в воде. Вода служит средой обитания для многих организмов. Условия жизни в разных водах различны, что накладывает свой отпечаток на водных обитателей, то есть на гидробионтов. Условия жизни в этой среде определяются физическими и химическими свойствами воды – плотностью, большой теплоемкостью, высокой теплопроводностью, количеством растворенных солей и газов. Температурные колебания в водной среде невелики, что в некотором роде облегчает жизнь ее обитателей. Наземно-воздушная среда – самая сложная для жизни. Это среда контрастов, резких перепадов температур, изменения погодных условий и неравномерного распределения влаги и света. Данная среда отличается обилием воздуха, поэтому существа, которые населяют наземно-воздушную среду, называются аэробионтами. Наземно-воздушная среда по своим физико-химическим условиям считается наиболее суровой по отношению к населяющим ее организмам. Несмотря на это, жизнь на суше достигла очень высокого уровня, как по общей массе организмов, так и по их разнообразию. Почвенная среда. Почвенная среда – рыхлый, поверхностный слой литосферы, переработанный деятельностью живых существ и климатических факторов. Обитатели почвы еще называют эдафобионты или геобионты. Это особая среда обитания, пронизанная порами, которые содержат влагу и воздух. В нее постоянно поступают отмерзшие растительные массы и трупы мелких и крупных животных, а также всевозможные выделения живых организмов. Все это является богатым источником для почвенных организмов. Поэтому почвенная среда населена множеством видов бактерий, грибов, водорослей и животных. Она пронизана корнями растений. Почвенный воздух всегда насыщен водяными парами, так что обитателям почвы не грозит высыхание. С глубиной уменьшается размах колебаний температуры. Летом в почве прохладнее, а зимой теплее, чем на поверхности. Организменная среда. Это сами живые организмы. Они используются другими видами, как место жительства и как источник пищевых ресурсов. Организмы, которые населяют другие живые существа, называются эндобионты. Паразиты, осваивающие тело хозяина, живут в постоянных условиях неограниченного запаса пищи и защищены от неблагоприятных внешних условий. Однако они должны преодолевать защитные реакции хозяина. Кроме того, они испытывают определенные трудности, когда необходимо осуществить переход паразита от одного хозяина к другому, через внешнюю среду или промежуточных хозяев. Многие виды живут в других организмах. Не как паразиты, а как полезные сожители, симбионты. Некоторые виды селятся в желудочно-кишечном тракте травоядных животных, помогая им переваривать жесткую клетчатку. Мы с вами рассмотрели среды жизни. Теперь еще один вам вопрос. Зависит ли жизнь организмов от условий среды? Подумайте, перед вами лягушка. От каких условий среды зависит ее жизнь? Молодцы! Все правильно! Жизнь лягушки зависит от температуры окружающей среды, ее влажности, количества пищи и, конечно, наличия вокруг хищников. Условия среды организма, с которыми он находится в определенных взаимоотношениях, называются экологическими факторами. По своей природе различают три группы экологических факторов. А биотические факторы неживой природы, биотические факторы живой природы и антропогенные факторы, вызванные деятельностью человека. Давайте с вами теперь на примере изучим более подробно классификацию экологических факторов. Для этого я вам предлагаю выполнить вместе со мной интерактивное задание на сервисе Learning Apps. Сейчас мы выполняем вместе. После просмотра видеоурока вы можете по данному QR-коду попробовать выполнить уже самостоятельно. Итак, мы с вами находимся на сервисе Learning Apps. И перед нами задание. Сгрупируйте факторы среды по группам. Итак, начинаем. Расселение выдры. К каким экологическому фактору можно это отнести? Выдра – живой организм, поэтому относим к биотическим. Мусор на берегу пруда. Как вы думаете? Молодцы, все правильно. Мусор оставляют люди. Это антропогенный фактор. Соли в море. Соленость воды. Фактор неживой природы. Размножение саранчи. Саранча – живой организм. Это биотический фактор. Действие болезнетворных бактерий. Подумали? Молодцы. Все правильно. Это биотический фактор. Пожар в лесу из-за туристов. Халатная деятельность человека по отношению к природе. Антропогенный. Нефть в море. Тоже в результате деятельности человека. Выброс вулканического пепла в атмосферу. Какой группе факторов можно отнести? Молодцы. Абиотический фактор. Выброс оксида серы в атмосферу. Оксид серы – как один из загрязнителей атмосферы. В результате антропогенной деятельности. Появление в реке фенола. Фенол тоже – это химический загрязнитель. Воды. Антропогенный фактор. Тень для ландыша от деревьев в лесу. Два живых организма. Биотический фактор. Ионизирующее излучение земли. Наша земля обладает естественным ионизирующим излучением. Фактор неживой природы. Пожирание смородины тлей. Молодцы. Все правильно. Это биотический фактор. Использование листоверткой листьев березы для личинки. И листовертка, и береза – оба живые организмы. Биотический фактор. Засушливое лето. Подумали? Молодцы. Фактор неживой природы. Свет. Все правильно. Абиотический фактор. Наводнение. Все, что связано с водой – фактор неживой природы. Посадка леса осуществляется деятельностью человека. Антропогенный фактор. Выполнив это упражнение, мы можем проверить правильность наших размышлений. Нажимаем на проверку. Мы с вами все выполнили правильно. Мы молодцы. Переходим к третьему вопросу нашего урока. В природе экологические факторы оказывают воздействие только в совокупности. На эти факторы организмы реагируют по-разному. Так, если для организмов, обитающих в морской воде, соли и минеральные вещества играют жизненно важную роль, то для пресноводных организмов они губительны. Приспособленность организмов к таким условиям и факторам является результатом длительного исторического развития. Одним из наиболее важных факторов, определяющих существование, развитие, распространение организмов по земному шару, является температура. Температура регулирует процессы жизни организмов, так как активность клеточных ферментов лежит в пределах от плюс 10 до плюс 40 градусов. Жизнедеятельность большинства организмов возможна в пределах от минус 4 до плюс 45. Растения не имеют собственной температуры тела. Их анатомоморфологические и физиологические механизмы терморегуляции направлены на защиту от вредного воздействия неблагоприятных температур. В зоне высоких температур при пониженной влажности сформировался морфологический тип растений с незначительной листовой поверхностью или с полным отсутствием листьев. Образуется беловатое опушение, отражающее лучи. К физиологическим же приспособлениям можно отнести интенсивность испарения, то есть транспирация, накопление в клетках солей, изменяющих температуру свертывания плазмы, Свойство хлорофила препятствовать проникновению солнечных влажностей. В мире животных тоже наблюдаются определенные морфологические адаптации, направленные на защиту организмов от неблагоприятного воздействия температур. По изменению температуры тела среди животных выделяют две группы – поикилотерные и гомоинтерные. Поикилотерные – это хладнокровные животные, животные с непостоянной внутренней температурой тела, меняющиеся в зависимости от изменения температуры среды. Эти животные характеризуются низким уровнем обмена веществ, при пониженной температуре способны переходить в неактивное состояние. К ним относятся беспозвоночные. Из позвоночных – это рыбы, земноводные, присмыкающиеся. Гомооинтерные организмы или теплокровные животные – животные, которые поддерживают внутреннюю температуру тела на относительно постоянном уровне. Их обмен веществ всегда идет с высокой скоростью, даже если наружная температура меняется. Сюда относят млекопитающих и птиц. По отношению к свету, как экологическому фактору, различают следующие группы растений. Светолюбивые растения – гелиофиты. Процесс фотосинтеза начинает преобладать над дыханием только при очень высокой освещенности. Это береза, пшеница. Теню любивые растения – сциофиты. Не выносят сильного освещения и живут под пологом леса в тени, такие как папоротник, кислица. Те невыносливые растения или факультативные гелиофиты могут жить при хорошем освещении, но легко переносят и затемненные места, такие как лесные травы, кустарники, большинство луговых растений. Животные тоже делятся на определенные экологические группы по отношению к свету. Это светолюбивые – фотофилы и тенелюбивые – фотофобы. К фотофилам можно отнести дневных бабочек, ящериц, тенелюбивые животные – ночные мотыльки, крот. Вода является важнейшим экологическим фактором в жизни живых организмов и их постоянной составной частью. По отношению к водному режиму выделяют следующие группы экологических растений. Гедатофиты – водные растения. Наземноводные растения – гидрофиты. Гигрофиты – растения, обитающие в условиях избыточной влажности. Мезофиты – растения, умеренно увлажненных места обитания. Растения сухих места обитания делят на суккулентов и склерофитов. Суккуленты – растения, способны накапливать в тканях большое количество воды. Склерофиты – за сухоустойчивое растение с жесткими кожистыми листьями и стеблями, эффективно задерживающие испарение влоды. Влажность также играет важную роль и в жизни животных, которых разделяют на наземных, водных и земноводных. В свою очередь, наземные животные делятся на гидрофилов, влаголюбивых животных, мезофилы – животные, обитающие в районах с умеренной влажностью, и ксерофилы – сухолюбивые животные, но не переносящие высокую влажность. Вторая группа экологических факторов – это биотические факторы. Это все виды влияния на организмы со стороны других живых организмов. Такое воздействие может быть прямым, например, если хищник съедает свою жертву, или косвенным, если один организм изменяет среду обитания другого организма. Антропогенные факторы – это все формы человеческой деятельности, которые оказывают воздействие на живую природу. На протяжении истории человечества значение этой группы факторов неуклонно возрастает. Путем приспособления к факторам среды обитания живые организмы продолжают свою жизнедеятельность. Для развития каждого отдельного вида или экосистемы существует зона, в которой влияние экологических факторов самое благоприятное. Если значение экологического фактора выходит за пределы этой зоны, то возникают угрозы жизнедеятельности организма. Таким образом, любой организм имеет определенные пределы положительного влияния экологических факторов. Это явление получило название закона оптимума. Оптимум – это самая благоприятная зона действия факторов на организм. В этой зоне организм свободно развивается, живет полноценной жизнью. Иногда недостаток определенного фактора или же его сильное влияние ослабляет силу влияния других факторов. Это явление называют правилом лимитирующих факторов. Например, если для роста и развития растений необходимы определенные химические элементы, то большое количество других элементов не восполнит их недостаток. Исследуя ограничивающее влияние различных экологических факторов, американский зоолог Виктор Шелфорд пришел к выводу, что их недостаток или избыток является для организма лимитирующим фактором. В экологии это явление носит название закона толерантности Шелфорда. Минимум – самый нижний предел фактора, влияющего на организм. После него жизнь организма останавливается. Максимум – самый высокий предел фактора, влияющего на организм. После него организм прекращает свою жизнедеятельность. Результат влияния любого экологического фактора зависит в первую очередь от того, в какой комбинации и с какой силой действуют другие факторы. Итак, давайте с вами подведем выводы по сегодняшней теме. Мы с вами рассмотрели четыре среды обитания. Изучили особенности каждой среды и название организмов, которые ее населяют. Выяснили, что на все живые организмы действуют абиотические, биотические и антропогенные факторы. Изучили, что в зависимости от влияния различных абиотических факторов у организмов появляются разнообразные приспособленности. Рассмотрели экологические группы растений и животных по отношению к температуру, свету и влажности. Познакомились с взаимным влиянием факторов среды. И домашнее задание. Параграф 27. Обязательно ответить на вопросы после параграфа. Второе задание. В сети интернет найти информацию о любом животном и в тетради дать краткую характеристику его среды обитания. Определить, в какой экологической группе по отношению к абиотическим факторам это животное относится. И третье. Решить тест на сервисе Quizis.com. Для того, чтобы попасть на сервис Quizis, вы в любом браузере вводите myjoinmyquizis.com. При нажатии, на которую вы переходите, попадаете на страницу сервиса. Перед вами выходит табло, где необходимо ввести код игры. 0, 8, 4, 6, 3, 6. И нажать присоединиться. Видео урок подошел к концу. До свидания.